И с нами на связи Дина Урих, куратор Харьковской области отдела эвакуации организации Helping to Live. Дина, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Спасибо вам и вашей команде за ту огромную работу, которую вы делаете. Это в первую очередь. Вот 943 человека во время последней эвакуации вам удалось вывезти. Там и женщины, и дети, и старики. Как все прошло? С какими трудностями вы столкнулись? Ой, вы знаете, трудности действительно на этот раз были. К сожалению, как правило, это все зависит от оккупантов, от какого-то их настроения в этот конкретный день. В этот день они заставили много людей идти пешком гораздо больше, чем это требовалось, чем это было необходимо. Очень много досматривали парализованную женщину, не хотели сажать на инвалидное кресло, чтобы ей можно было дать подъехать. И был обстрел, к сожалению. Был обстрел в точке эвакуации, где люди пересаживаются из маленьких усиков в более крупные. Но, к счастью, никто не пострадал. В этот раз все прошло успешно. Ну вот, да, во время эвакуации наших людей украинская сторона гарантирует полное прекращение огня. А вот есть ли у вас какие-то предварительные гарантии от оккупантов? Вы вообще ведете с ними переговоры? Нет, нет, конечно, мы никаких переговоров с ними не ведем. Мы не имеем с ними никакой прямой связи. То есть всю информацию, которую мы получаем, мы получаем от людей в оккупации, которые все время пытаются сами каким-то образом прорваться через эти блокпосты. И дальше они слышат прямую речь о войне на блокпостах. То есть они им говорят, сейчас мы это не выпускаем, развачивайтесь, нет, приезжайте в понедельник, приезжайте тогда-то. И поскольку у нас огромное количество таких свидетельств, нам пишут очень много разных людей, мы собираем из этого какую-то общую картину и таким образом мы можем планировать эвакуацию. То есть вы подъезжаете к блокпосту, выходят волонтеры и уже напрямую договариваются прямо на месте? Нет, нет, никаких договоренностей нет. Нет, смотрите, волонтеров в оккупации вообще нет. То есть волонтеры есть только встречающие уже на подконтрольной Украине территории. А там едут люди сами, то есть они на собственных машинах, либо это таксисты, привозчики, да, за плату их подвозят. Они подъезжают к блокпосту, они пытаются проехать, да, соответственно, у них там проверяют документы, либо выпускают, либо нет. Как правило, нет. Да, то есть выпускают только один раз в неделю. Но когда они не выпускают, они что-то произносят, они говорят какой-то текст, да, то есть либо просто уходите, развернитесь, там, вы мужчина, мы никогда не выпустим, либо они говорят, вот, приходите в другой день, приезжайте в другой день, сегодня нельзя, там, в такой-то день будет коридор, будет можно. И вот на этом мы и ориентируемся. А вот кто встречает людей, которые вынужденно покинули свои дома, вот кроме волонтеров? Куда они дальше едут? Будет ли у них крыша над головой? Дина, слышите, пропадает связь? Сейчас попробуем восстановить и узнаем. В общем, как я понял, волонтеры организовывают всю логистику. Да, логистику, да. Люди знают, что они едут куда-то и их будут встречать. Ну, наверное, как-то еще договариваются с водителем, договариваются с водителем. Да, и вот, кстати, вот эта плотина, по которой 18 июля эвакуировали 943 человека, я напомню, что это жители Шевченково, Балаклеи, Болчанско, Купянско, Большого Бурлука, Изюма и Боровой. Вот именно эти населенные пункты находятся в оккупации. Мы видим, здесь и дети маленькие, да, и взрослые, и старики. Да, и женщины на инвалидной коляске. И вот Дина именно насчет нее говорила, что они не хотели пропускать оккупанта. Говорили, да, высаживайте и вот без коляски пробуйте. Но все-таки видим, что... Ну-то надо, да, иметь вот такой уровень цинизма для того, чтобы больного человека высадить из коляски и, говорит, едь дальше без коляски. Ну, это, конечно, это настоящее варварство, честно говоря. Но важно, что есть вот такие люди, как Дина, которые дают им надежду, да. Одно дело просто сесть на машину и попытаться вырваться куда-нибудь, просто вырваться от войны. А люди уже едут и знают, что их встретят, знают, что их разместят. Надеюсь, что мы сейчас восстановим связь с Диной. Вот бабушка совсем. И люди вот в красных жилетах, я как поняла, это уже волонтеры. Вот они уже встречают. Встречают и помогают людям, да. К сожалению, да, да. Не удалось нам восстановить связь с Диной. Я надеюсь, мы в следующем эфире с ней еще встретимся. Идем дальше. Порево на сепс проведенной в bidоне. До новых вещей. Продолжение следует...